М1 Note это недорогой смартфон от китайской компании Meizu Начнем с коробочки Коробка как обычно у Meizu простая, маленькая Чуть сильно маленькая В коробке нет ничего кроме телефона, зарядки, кабеля и где-то там должна быть скрепка Все А собственно телефон Телефон с экраном размером 5,5 дюйма, весь в грязи почему-то Камера с двойным светодиодом для более естественного освещения на снимках Вот задняя панелька очень похожа на ботинки Krox Передняя кнопочка классическая для Meizu, очень напоминает таковую в айфонах Только ее нельзя нажать, потому что она сенсорная Сзади написано Meizu Сбоку есть лоток для двух сим-карт Кнопки регулировки громкости 3,5 джек Кнопка блокировки Олег, расскажите о технических характеристиках В смартфоне стоит процессор этого года 8-ядерный Mediatek 6752 С частотой 1,7 ГГц Производительности на уровне прошлогоднего Snapdragon 801 Который стоял в телефонах типа LG G3 Xiaomi Mi 4 Xiaomi Xiaomi Идите к горящей машине И посадите туда медведя Блин, кревая игра В жопу обзоры буду играть дальше Как обычно, умею заработать жест Это очень круто, сейчас покажу Телефон спит, я делаю вот так И он ничего не делает Это невероятно круто Телефон работает под операционной системой Flyme OS Видоизмененный Android 4.4.4 с ланчером Flyme Обновление до Android 5.0 пока не предвидится И это очень огорчает С экрана блокировки, кстати, свайпами влево и вправо Можно уйти на заранее заданные функции Например, свайпом вправо можно включить камеру А свайпом влево можно сразу же позвонить Стандартный ланчер Meizu откровенное говно Ну, то есть не совсем, конечно, говно Но он гораздо менее удобный, чем любимый мной хололанчер Шторка стандартная Meizu Допиленная с помощью Exposed Framework Добавлены регуляторы громкости И эта шторка раскукоживается Включаются дополнительные параметры Что интересно, можно включить сразу же нужную Wi-Fi сеть Выбрать приоритет сетей 3G, 4G, 2G и так далее Также яркость, Bluetooth Есть очень много жестов, которые настраиваются Например, есть пробуждение жестом Можно задать включение камеры на рисование буквы С На выключенном экране И камера Это же круто Камера реально крутая Главный бонус у нее в том, что есть сразу же все нужные режимы Например, есть ручной режим, в который можно руками выставить фокус Это вообще что-то невероятное Ты можешь сделать супер-классные бокешки на любимой траве Регулируется выдержка Экспокоррекция И, в общем-то, фокус Все Есть режим портрета, который делает из любого человека китайскую девочку Режим панорамы стандартный Динамический фокус Он снимает несколько снимков Потом можно выбрать один из них Который подходит по фокусу Сканер баркодов И замедленная съемка Замедленная съемка работает классно Качество хорошее Но, к сожалению, максимальное разрешение 480p Это уго мало Есть еще такой довольно поганый чехольчик от компании Moffy В целом-то он мог бы быть даже и ничего Одним исключением У него вот это вот окошечко переднее Оно из пластика Причем из пластика довольно говеного И затирается оно в момент Хотя вот телефон умеет делать такое прикольное квадратное окошко И показывать там плеер 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 Кое Причем А Пess Оп 15 П Под Тебе С